Короче, приземлились, ветер сильный, грязь везде и трава, а крыло собрать надо быстро, сейчас подбор придет и компактно. Не имеет значения, как оно у вас лежит, в принципе, когда грязь или пусты, лучше, чтобы оно у вас лежало в собранном таком состоянии, чтобы как можно меньше пальцев пачкалось. Достаете вот такую штучку, одни называют эксцентриной, некоторые концептиной, включая значения не имеют, как это называют. Нюанс в том, что быстро собираете параплан, очень важно, очень компактно. Специально, чтобы крыло не раскладывать, потому что, если будете раскладывать, вы его измазюкаете и все в крючках зацепляете. Поэтому, нашли одно ухо, и с одного уха по жесткостям. За свободные концы, вот так гармошечкой складывается. Очень важно, если это крыло с жесткостями, как-то спортивное. Неправильно сложенное крыло может травмировать внутреннюю структуру жесткостей и всего остального. Как говорится, сейчас складываю стандарт обычный. В любом случае, даже если сильный ветер, у вас зажимаются воздухозаборники, крыло не наполняется ветром и не прикрещется. Так, здесь моделька немножко новая. Сейчас я покажу. Ну или ладно, потом. То есть в этой модельке прошита вторая сторона, то есть она позволяет сразу закрыть крыло, чтобы ветер и вода не попадали. Особенно, если солнышко, кузнечики. Чем дольше вы будете держать воздухозаборники открытые, тем больше вероятно, что они у вас снова напрыгают. А вы трусить вы их не успеете, они у вас там все сидят. Ну или как минимум погадят. Ну или как минимум погадят. Спорт Квиллер. Можно сложить максимум в два раза, ну или в три, в зависимости от жесткостей. Стандарт уже как бы по вашему желанию. Вот и пожалуйста, вот и всё. Крыло сложено намного быстрее, не надо засунуть мешок. Закинули за дазу подвеску. То есть вы можете сравнить, в принципе, с обычной укладкой, посмотреть, сколько будет места занимать пилос, подвеска и с резаком, если всё запаковать. И без концертина, просто места становится намного больше у вас. Что-то ещё засунуть, есть время. И что очень мне нравится, на старте вы пришли, вы не паритесь, есть ветер, нету, потому что сильный ветер раскладывать кругу очень проблематично, потому что начинают трепыхаться, пытаться закрутиться, а так вы встегнулись, расстегнули его. Открыли. Забрали. Подвеску засунули, встегнулись. Опять же, если вы не прикрутили ряды себе, не приступили, опять же, это от того, как вы делаете. Если вы отстёгиваете карабины, то придётся всё равно проверять их. Поэтому я знаю, часто бывают сильные дуленьки, поэтому не отстёгиваю карабины, чтобы на старте не было проблем с пристёгиванием. А теперь очень просто. Пришли на старт, сделали вот это с улочками. У нас крыло открылось, как минимум одно ухо тут же отошли, расправили, через одно ухо вывели, сильные дуленьки полетели. То есть в этом плане, конечно, намного удобнее. Всё.